С выдачей участков для многодетных семей в Приморском крае большая проблема. Есть проблемы, должны быть и виновные. Но краевые власти по традиции пытаются снять ответственность с себя и переложить ее на других. Доказать свою якобы правоту администрация края пытается в том числе при помощи сторонних структур. Так, 3 марта губернатор обратился в прокуратуру проверить работу глав городов и поселений края. Прокуратура направила в суд 11 заявлений о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления. Но с Владивостока буквально через две недели подозрения были сняты. В очередной раз было подтверждено, город со своей стороны делает все возможное для выдачи участков. 18 марта мэрия выиграла суд, который признал, администрация Владивостока делает все необходимое в части формирования земельных участков, предназначенных для выдачи семьям с тремя и более детьми. В удовлетворении требований признать незаконным бездействие администрации Владивостока отказано. Работа по подбору участков для многодетных, межеванию, оформлению и выдачи ведется во Владивостоке с момента вступления в силу закона с ноября 2011 года. На протяжении этого времени получить бесплатную землю людям препятствовали как раз краевые структуры, подведомственные губернатору. Известно, что земля во Владивостоке городу не принадлежит, ею распоряжается край. Поэтому участки для многодетных семей мэрия у краевых структур была вынуждена забирать через суды, что длилось по многу месяцев. Эти и многие другие свидетельства были предоставлены мэрии в суд. Администрация города смогла доказать свою позицию, что она проводит работу по формированию земельных участков. На сегодняшний день бесплатную землю во Владивостоке получили уже 140 многодетных семей. Власти города продолжают формировать участки. Большую часть из них, порядка тысячи, рассчитывают выдать на улице Артековской в районе Ямара. Эту землю Владивостоку при полпреде президента Юрии Трудневе пообещала дать губернатор Миклушевский и фонд РЖС. И если руководитель Приморья на самом деле заинтересован выполнить указ президента и помочь людям получить законные участки, он как можно быстрее передаст землю на Артековской многодетным семьям, а не станет снова искать мнимых виноватых в суде. В других муниципальных образованиях края ситуация с выдачей земли многодетным как была сложной, так и остается. Там, по сути, ничего не изменилось. Бюджеты как были дефицитными, так и остаются. Поэтому они и не могут справиться с возложенными на них полномочиями, оформлять ими жевать землю, а самое главное подводить коммуникации, ведь один участок обходится в 1 миллион рублей. Инна Коновалова, Александр Бартовсюк. Новости на Восьмом.